В Прохоровском районе всего несколько хозяйств занимаются выращиванием картофеля. Этому аграрному предприятию более 20 лет. Начинали с сахарной свеклы и зерновых культур. Сегодня почти на трех тысячах гектарах земли яровая озимая пшеницы, ячмень, соя, подсолнечник. К уборке картофеля приступили еще в начале сентября. Несмотря на обильные дожди и невозможность полноценно провести обработку ботвы, урожай вышел хорошим. Планируют собрать две с половиной тысячи тонн, больше четырехсот центнеров с гектара. Сделать это быстро и бережно помогают современные комбайны. Культуру выращивают по голландской технологии. С осени по возможности мы нарезаем гребни, вносим сложные удобрения и по вегетации уже листовые подкормки. Также проводим 4-5 в зависимости от погодных условий фунгицидной обработки, также и борьбу от вирусных заболеваний инсектицидами. В этом году фермеры решили использовать всего один сорт – гала. Он уже успел себя хорошо зарекомендовать. Долго хранится, устойчив к болезням. Еще одна особенность – это то, что один куст может выдавать до 28 клубней. С полей картофель попадает в специальное хранилище, оборудованное вентиляцией. С помощью сортировочного бункера клубни отделяют от земли и мусора. Далее по линии урожай уже направляется к месту складирования. Температура хранения картофеля здесь в течение всего хранения от 4 до 6 градусов тепла. Прохоровский картофель пользуется популярностью далеко за пределами региона, например, в Краснодарском крае. Весь урожай аграрии планируют собрать до октября. Кирилл Мусаев, Вадим Кулинич. Такой день на Мире Белогоря. Редактор субтитров А.Семкин